всем привет и мы на канале надюшка тиви в коляске сидит симба вот он красавчик баран сейчас я жду алина и мы пойдем на рынок и повезем коляску я позвонила мужчине и договорилась чтобы обменять французского барана на колярфаница крова и мы символ меняем на колярфаница он согласился и он сейчас уже приехал на рынок и мы торопимся уже с алина стоит вот алина ждем вот ребят дали нам крала четырехмесячный он очень тяжелый мы придем домой взвесим вот какой у нас февраль я в резинках в резиновых сапогах смотрите что с колесами и что с колесами от а я вытащить ногу не могу знаете что там вытворяет кефирчик или зефирчик он грызет в киртонку мне ноги застряли вот так красиво просто я не могу ногу достать я прилагаю все свои усилия я не могу достать алина досталась все мы идем дальше теперь надо выехать вот кролл назвали его кефир да конечно странная но его будет звать кефир у него ушки будут коричневыми это такой окрас окрас вроде называется гавана вот эти тучек бьется возмущается тут новый два друга поселили и он бесится с ума сходит ревнуть вот тут сидит агуша пересадила я ее жила на зефиркой но сегодня вообще такая смешная ситуация произошла это просто и смех и грек не знаю что будет дальше кефир сидел тут сегодня временно я взвешивала кроликов получается тут сидел кефир клетка была открыта я взяла агушу в руки и тут я взвешила кроликов так как у меня тут было все подготовлено и получается агушами выпрыгивают с рук кефиру я не успеваю просто отобрать как кефир падает с ней у меня чуть не выпали глаза трехмесячная кролиха еще ребенок маленький погулял уже с овцом я вот вот это переживаю родит она не родит выкормит мне самое главное чтоб крыльяха осталось живая вот так вот сидит она довольно получается погуляла она с кефиром раньше месяца но калифа низкий кроликов включат в три с половиной это получается 110 дней или 120 дней это четыре месяца хотя бы еще полмесяца подросла на и три месяца из этого она тут теперь сидит пока что будем дальше смотреть вот такая ранняя девочка посмотрим что будет через месяц это ребят честно смех и грех вот теперь тут сидит одна из зефирка сюда пересадила я афину вот надо маточник такая баранишка наша злая вот вы видите маточник в каком он состоянии надо тут набить доску что был бортик чтоб крольчата не вываливали с маточника так как они могут зацепиться за сосок присосаться и просто остаться в клетке и просто остаться в клетке и не умрут конечно у меня крыльчихи кормят прекрасно знаете вы как я им вход в маточник закрываю они кормят только раз в сутки но все равно бортик нужен вот тут пока что свободная клетка скорее всего сюда пересажу агушу вот тут я набила уже сделала закрутила все но афина зараза такая начала точить тут я сделала бортик потому что сточили вот бафи вот она королева наша моя любимая кролиха она у нас все таки остается в хозяйстве не хочется продавать ребят вот честно мать хорошая жалко красивая такая жалко так что будет она нас оставаться и рожать крыльчат вот там сидит бафи у нее вход в маточник закрытый она покормила в обед крыльчат я закрыла плохо вход в маточник и пока я ушла она залезла в маточники сидел там ела сено хоть крыльчата уже не пили молока они спали сейчас глянем крыльчат им сегодня шесть дней сейчас глянем их вот они тут спят все девять штук живые слава богу вот такая девочка у нас вроде бы такая красивенькая будет светленькая вот такой крыльчонок тут кто-то будет наверно веслоухий кто-то прямоухий этот какой-то такой знаете серый какой-то будет наверное кто-то будет черный вот эти наверное будут у нас черные ой не этот как вот эти крыльчата скорее всего будут черными они пузатые вот ребят крыльчонок поел только в обед я их кормлю 12 часов дня ну не я кормлю крыльев упускаю все один раз сутки хватает и минуты какой-то маленький да ребят маленький ну живой так что так вот ряба я накрыла клетку мешками так как у нас идет дождик и капать на ее клетку ряба у нас беременная должна быть крыльчат я особо не прощупала но уже 22 а 21 день беременности у нее и у нее уже появилась пузико она была похудея так как она сидела еще на диете и все равно подхудала но надеемся что она родит и посмотрим сколько она родится должна родить от пашки а афина вообще неизвестно родит она или не родит вот она эта дурочка честно ребят до марта у нее остался шанс там где-то до десятого но если она не рожает то мы в конце марта пускаем за бой ну надеемся что она родит у нас так что всем пока до новых встреч встретимся в следующем выпуске на канале надюшка тиви